Есть еще одна проблема, которая характерна как для ускорителей, так и для реакторов, где может происходить облучение материалов нейтронной высокой энергии. Там, где есть нейтрон, она достаточно высокой энергии рождается на ядернофизических смолках. Это проблема активации приборов, оборудования, стен, помещений и так далее, воздуха, воды охлаждающей, может быть, какие-то элементы, магниты, допустим, на те же самые вскрытия, вопрос возникновения наведенной радиоактивности в окружающих материалах. При этом создаются в этих веществах различные ординуклиды. Вследствие этого радиационная опасность сохраняется не только при работе самой ядернофизической установки, но и при ее выключении. Если вы даже выключили ускоритель, то долгое время в этот туннель войти нельзя, потому что весь канал, он является, светит в этом отношении, то есть те ординуклиды, которые, наведенная активность, которая образовалась в деталях этого ускорителя, она является источником формирования поля гамма-квантов. Это как раз серьезно может влиять на проведение и профилактических, и ремонтных работ на ускорителях. Хотел сказать, что, например, персонал обслуживающий ускорителя, он из практики радиационного контроля нашей, я помню, что большую дозу, не физики, а персонал, скажем так, ускоритель обслуживающий, основную дозу не получали даже не столько от нейтрона, сколько от гамма-квантов, когда проводили ремонтные защиты, ремонтные работы непосредственно внутри туннелей, скажем так далее, то есть на тракте пучка, вот, то есть получали в основу дозу за счет наведенной активности. Возможно, также еще помимо наведенной активности в материалах, в железе, скажем, в алюминии, в первую очередь, да, из которых состоит весь тракт, значит, ускорительный, также, значит, может облучаться, скажем так, стены, то есть бетон, значит, туннели этих самих, может облучаться и образовываться наведенная активность в воздухе, значит, в охлаждающей воде и так далее. Если персонал дышит этим воздухом, то также может происходить и внутреннее облучение, значит, этими радионуклидами, которые содержатся в виде аэрозоли, значит, в воздухе внутри туннеля ускорителя, если человек попадает туда сразу же или, по крайней мере, очень быстро после остановки ускорителя. Значит, как с этим борются? Ну, во-первых, для снижения, скажем так, концентрации радионуклидов от наведенной активности воздуха применяется вентиляция принудительная, либо просто выдержка даже, то есть доступ персонала внутрь, скажем, туннеля осуществляется через определенное время, чтобы, по крайней мере, наиболее краткоживущие радионуклиды уже распались. Бетон тоже можно, в принципе, снижать внутреннюю поверхность, скажем, бетона, можно покрывать слоями материалом, ну, как мрамор, даже снег какой-то, который просто слабо активируется, скажем так, на полную высокой энергии, относительно слабо активируется, и является экраном для выхода гамма-квантов, значит, от наведенной радиоактивности из бетона. Для ускорителей очень большими токами проблемой может также являться наведенная активность грунта и подпочтных вод под ними, но это касается только очень сильно точных ускорителей, скажем, для ускорителей типа вот исследовательских, вот типа нашего нуклатрона и так далее, конечно, это не есть проблема. Вот, очень серьезная проблема в этом плане с точки зрения активации возникает при деконтаминации отработавшей свой срок ядерных реакторов. На самом деле, эта проблема очень серьезная, и она сейчас с каждым годом становится все более и более острой. Основная масса ускорителей, вернее, основная масса реакторов была построена примерно там 40-50 лет назад, сейчас они продлеваются срок их работы, но тем не менее, срок их работы подходит к концу, они должны выводиться из эксплуатации, а внутренняя часть этих реакторов, она, конечно, за все это время активировалась невероятно, сами понимаете. И вот что делать дальше, это либо консервировать эти реакторы как-то там, либо, значит, их как-то разбирать и какими-то способами, значит, работать с этим выскоактивным оборудованием, вот, понимаете, да, и где его потом хранить, то есть вопросы, я как говорил на первой своей лекции, вопросы захоронения этих вот выскоактивных ядерных отходов, при этом возникают очень серьезные проблемы вновидные активности при декотаминации активной зоны реакторов, которые выводили свой срок, она в настоящий момент является очень такой критически, я бы сказал, важной.